Вопрос. Каковы сунны поста? Ответ. Хвала Аллаху. Пост является одним из великих поклонений. Размер награды за искренний пост не знает никто, кроме Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Великий и всемогущий Аллах сказал, пост совершается ради меня, и я воздам за него». Пост в месяц Рамадан – один из толпов религии, и мусульманин обязан соблюдать его, будь то добровольный пост или обязательный. Дабы Всевышний Аллах воздал ему сполна за него. Желательных деяний, суннан, во время поста много. Перечислим некоторые из них. Первое. Постящемуся желательно, если кто-то станет его ругать или станет драться с ним, ответить на это добром и сказать, «Я пощусь». Второе. Постящемуся желательно принимать предрассветный завтрак, сухур, ибо предрассветный завтрак благодатен. Третье. Ему желательно разговляться как можно скорее, а принимать предрассветный завтрак, сухур, как можно позже. Четвертое. Желательно разговляться свежими финиками. Если их нет, то сушеными финиками, а если нет и их, то водой. Пятое. При разговении желательно говорить, «Ушла жажда, и вены увлажнились», и награда гарантирована, если пожелает Аллах. В ответе на вопрос номер 39462, вы можете ознакомиться с текстами из преданий пророка на эту тему. Шестое. Постящемуся желательно много обращаться с мольбами, так как пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, «Мольбы трех людей не отвергаются». Мольба справедливого правителя, мольба постящегося, пока он не разговеется, и мольба обиженного. Ахмад. Исследователи рукописи Аль-Муснад сказали, что этот хадис достоверный. Ан-Навуи, да помилует его Аллах, сказал, постящемуся желательно во время своего поста «Обращаться к Аллаху с мольбами обо всем важном в следующей и этой жизни, для себя, тех, кого он любит, и для всех мусульман». Седьмое. Если это пост в месяц Рамадан, то еще желательно следующее. Посещать и находиться в мечети для чтения Корана и поминания Аллаха. Постоянно пребывать в мечети и отекав в последнюю декаду Рамадана. Совершать молитвы тарауих, увеличивать раздачу милостыни и совершать благие деяния. Изучать Коран. Передается от Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был щедрейшим из людей, но более щедрым он становился в Рамадан, когда Джибрииль навещал его. Он навещал его каждую ночь Рамадана и обучал его Корану. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, щедрее в распространении добра, чем вольный ветер. Не тратить свое время на бесполезные занятия, которые могут повлиять на пост. Это долгий сон, многочисленные шутки и прочее. Не делать своей главной заботой поглощение разных видов пищи и питья, так как все это лишает человека возможности совершить многие благие деяния во время поста. А Всевышнему Аллаху ведомо лучше. Продолжение следует... Продолжение следует...